Друзья, всем привет! Вы на канале Делай то, делай это. С вами Ким и сегодня мы осветим тему такую как СВС дня стройки. И мы начнем с АЗОВ и постараюсь быстро и компактно разъяснить для тех, кто только начинает заниматься. Да и в принципе для старичков это тоже, я думаю, будет актуально. Кто может быть какие-то нюансы не знал, сейчас будем просвещать по этому поводу. Итак, с чего начнем? Ну, первым делом мы должны заглянуть в центр событий и посмотреть в рассвете колонии, какое сейчас задание идет. Мы видим то, что идет вылупление муравья. Также дается очки за силу эволюции и улучшение силы здания. Вот у нас СВС идет в турнире по улучшению силы здания. Мы видим то, что сегодняшнее событие увеличивает силу здания. Очки Альянса уже максимально собраны. Три ракушки открыты. У меня еще третья ракушка не открыта. Сейчас мы будем ее добивать. Что нужно знать? Первым делом мы кушаем малину. Мой лайфхак для вас. Всегда ешьте малину подвинутую. Мой лайфхак заключается в том, чтобы одной малиной за полчаса убить два ивента. То есть, если вы знаете, что ивенты похожи друг за другом будут идти стройки, то я рекомендую под конец часа съесть малину. И она за полчаса перекроет последний ивент и начало следующего. Так вот, у нас стройка первым делом идет. Значит, наша задача закрыть строящиеся здания. Я буду закрывать подряд, а потом я вам покажу, расскажу эффективность этих зданий. Сейчас моя задача вам показать, как работает СВС. Мы заходим, ускоряем. Значит, мы видим то, что с ускорениями с малиной мы получаем там вот за одно из зданий. Мы сразу две ракушки закрываем. Первое и второе. Нам дают здесь призы. На третьей ракушке, как мы знаем, это максимальные призы. 3000 бриллиантов. Одно из зданий мы закрыли. Давайте посмотрим инкубатор диких существ. Можно закрыть. Мне не хватает, значит, ускорений по стройке. И просят добавить, завершить сейчас с помощью бриллиантов. Я это так и сделаю. Вот. Сейчас я, значит, набрал определенное количество очков. 3 миллиона. Но мне нужно, чтобы закрыть, получить третью ракушку, надо еще 2 миллиона. И я могу это сделать с помощью своих спецмуравьев. Смотрите, мой отряд подходит почти к вылуплению. Остается 4 с половиной часа из 17. Я вылупляю их. У меня здесь ускорение есть. И мы видим, что шкала приближается к третьей ракушке. И третью ракушку я заберу с помощью именно вот этих ускорений, которые бесплатны, чтобы мне не тратить бриллианты. Видите, я закрыл с помощью нее, изучив девятых стрелков два раза. Мы с помощью этого добираем необходимое количество в рассвете колонии до третьей ракушки. Но цель здесь у нас, конечно, СВС и лучший силу здания. Силу зданий я приберег. Вот у меня еще 4 стройки идут. Их я закрою как раз через несколько минут, когда начнется, будем говорить, 10 минут. Пока я начну вас вводить в курс дела. То есть на следующий ивент. Так. Ваша задача в этот день улучшать здания, которые дают максимальное количество очков. Максимальное количество очков дает такие здания, как королева. Можно посмотреть в деталях, значит, сила. И вот эта сила, давайте откроем больше информации. При каждом уровне вы видите, какую силу прибавляется к вашему общему знаменателю. И, конечно, на 25 уровне дает максимальную силу 49 тысяч. Также вы видите, что при открытии матки разблокируются разные функции на разных уровнях ее развития. Для того, чтобы эффективно у вас работала стройка, вот видите, у меня в левом верхнем углу работает сейчас 4 муравья из 7. В начальном этапе у вас всего 1 муравей. И до 13 левла, качая матку, вы можете поднять бесплатных таких 4 муравья. Специальных рабочих муравья. Все остальные, вот вы видите, их домики такие от коричневого в темный такой цвет, более насыщенный, такой красновато-коричневый, ржавый, будем так говорить. Это платные муравьи. Первые платные муравьи, жилище первого муравья, стоит 500 рублей за донат. Второго 899 и третьего 1700. Есть еще четвертый муравьи. Вот он за 4690 мы видим в первой строчке. Но я его не покупаю. Я считаю, что это очень дорого. И мне хватает 7 муравьев в целом по стройке. Кто-то может купить его, тем быстрее он будет строить на начальных этапах. Это дело каждого. Что влияет еще у нас на стройку? Немаловажный момент. Давайте посмотрим. Это световой контакт. Световой контакт дает нам преимущество такого здания. Значит, вот это здание увеличивает скорость строительства вашего от уровня этого здания, строительный центр. Каждый уровень на полпроцента прибавляет скорость строительства. Чем выше здание, тем выше скорость строительства вы получаете. Я прокачал до 18 уровня, но на тот момент у меня не было необходимости поднимать его выше, потому что приоритетные задачи стояли другие. Открыть быстрее инкубаторы и поднять уровень моих инкубаторов и центров сбора первоочередно. Поэтому мне не хотелось тратить дополнительные резы на это здание. Я решил остановиться. Потому что оно в большинстве требует песок, но песок в дефиците, как всегда, вы знаете. Что дает световой контакт? Это вот это здание и здание природной ультрафлоры. Большой грибочек, который помогает вам, независимо от ваших листорезов, добывать грибы. Грибы помогают открывать различные постройки, деловые здания. И также с помощью них кормятся солдаты. И если у вас они сыты, значит и рабочие работают эффективно. И солдаты... Давайте нажмем поставку грибов. Видите, у меня 100%. И ваши производственные фермы работают на все 100% объема от производства. Если грибов не хватает, то производство ваших ферм начинает падать. Всех причем. Вот. Значит, моя рекомендация по прокачке. Максимально качаем матку, королеву. Затем прокачиваем ресурсные здания растений, грунта, песка, воды, еды. На максимальной возможности аутматки. Это первоочередная задача на развитие. Именно в СВС нужно смотреть по силе для того, чтобы открыть девятую ракушку. Вот мы видим то, что в сегодняшнем событии, чтобы мне открыть девятую ракушку, необходимо набрать 233 миллиона 90 тысяч очков. Это очень много, потому что чем выше ваша прокачка королевы, тем сложнее становится добыча ресурсов вместе с эволюцией. В эволюции есть такой элемент, как строительство в районе, в развитии района. Мы видим вот эту ветку, которую необходимо в первую очередь прокачать на максимальный уровень. Это моя рекомендация, потому что вы будете в конце получать двойные награды. Сначала они будут повышенные, потом двойные. Двойные награды за ваши очки в эволюции. Здесь мы видим, что после продвинутой награды идет разветвление и в левой точке очки строительства. При максимальной прокачке 15 уровня, текущий уровень, к общему знаменателю прибавляет 100% очков. Что немаловажно сказывается на выполнении и получении очков в СВС и строительстве. Тем самым, чем выше это значение, тем больше вероятности, что вы получите девятую ракушку. Дальше здания, которые очень важны после самой королевы. Это здания отрядов. Вот они, три издания. Значит, здания стрелков, носителей и охранников. Они дают также максимальное количество очков. Их можно смотреть при увеличении каждого уровня. Максимальная сила, которая зачитывается вам в ивенте, она указана во втором столбце. Также равносильно идет особый центр сбора при их прокачке. Их четыре у нас. Их надо также качать максимально, возможно, быстро. Это дает вам каждый центр сбора. Увеличение его позволяет увеличить ваш отряд походный. И также дает максимальное количество очков в ивенте. Что я хочу еще сказать. Инкубаторы, здания отрядов, королева и здания повадок. Так, здания повадок у нас находятся вот в этой части. Вот они, три издания. Одно здание, вот это, садовода. Это здание, значит, воина. И зоотехника, третье здание. Вы видите, у меня большинство зданий 25-го левела. И оставшаяся зоотехника я сейчас в меньшей мере играю. Поэтому она 22-ое. Но я его подтягиваю также на уровне всех. Потому что каждое издание по-своему важно. И в тот или иной момент оно дает свои преимущества и бонусы. В деталях можно также посмотреть, сколько нагрузка отрядов. И каждое здание несет за собой какие плюсы. Вот мы видим. И, значит, мои рекомендации прокачать их также максимально быстро. В общем, если заострять внимание по световому контакту, я начал о нем говорить. Световой контакт можно приобрести, значит, в центре благ. Вот с видом божьей коровки. Он дает, значит, в течение месяца бонусы на 2000%. Вот мы видим множество ускорений, ресурсов, эффектная постройка, фотосинтез, как я говорил про грибы. Быстрая партия, значит, ресурсов ускоренно можно снять. И максимальный вклад в эволюцию альянса. Вот такие преимущества. Да, конечно, световой контакт. Он не бесплатный. То есть за него нужно ежемесячно платить. Это для тех людей, кто хочет быстро развиваться. Для тех, кто не готов, можно, конечно, стараться без него играть. Но это дело каждого. Кто готов, он, понятно, платит. Кто не готов, он развивается бесплатно. Все игры современные построены именно на таком уровне. Значит, про световой контакт рассказал. У нас начался новый ивент. Давайте мы в рассвет колонии заходим. Мы видим, что ивент повторяется. Что нам нужно улучшить здание. Сегодня прошу заметить то, что моя малина еще работает. Это мой лайфхак вам для того, чтобы одной малиной перекрыть сразу два ивента. Вот. Что я делаю? Смотрите. Я продолжаю усовершенствовать это. На ускорениях открывать свои здания. Да, конечно, мы видим то, что у меня закончились ресурсы ускорения. Где их можно взять? Мы заходим в альянс, в эволюцию. Делаем взносы в эволюцию. Максимальный бомб. Сделали за это. Мы получаем в магазине очки. Получили. Вот у меня очки вклада. Мои личные 991 тысяча. И что я делаю? Я беру, конечно же, ускорение. На 90-50 тысяч взял я почти двое суток. Скажите много-немного. Скажите ерунда. Но, по крайней мере, какую-то часть я сэкономлю бриллиантов. Также моя рекомендация брать вот эту за ускорение в другие дни. И открывать с помощью них ген, будем так говорить, мутации клетки усовершенствовать усиление. С помощью них вы можете открыть максимум значений ваших клеток. Которые дают бонусы к вашим отрядам. Но сейчас речь не об этом. Наша задача это СВС. Смотрим ускорение. Мы получаем в один день 8 часов. Это много. Так, смотрим, где у нас 2 дня. Давайте этот... Ой, я что-то не то сделал. Я ускорил за кристаллы. Но не страшно, нам все равно ускоряйте другие. Значит, вот один день 16 часов. Бам! Выше оставшееся время. Значит, мы вручную ускоряем. Раз, два, три, четыре. 6 часов 30 минут. Остальное ускоряем за счет кристаллов. Переходим на третье. Ускорить. И за счет бриллиантов добиваем. Дальше у нас остается незакрытые... Чтобы нам закрыть последнее здание, нужно 18 дней. Конечно, бриллиантов нам хватит на это. Но я считаю, это очень дорого. Мы добьем этот ивент с помощью муравьев, как сделали в прошлый раз. Вылупить. У меня ускорение на вылупление есть. Бам! Я получаю полное количество кристаллов, бриллиантов за этот ивент. Выполняю три. Значит, открываю три ракушки. И смотрим сильнейший район турнира. В сильнейшем районе мне не хватает 219 миллионов, она 233. Соответственно, мне не хватает 14,5 миллионов. 14,5 миллионов, где мы можем заработать. Если у нас есть ресурсы 10 миллионов и 4 миллиона, мы можем на эти ресурсы что-то построить. К примеру, давайте попробуем построить данное здание. Не хватает ресурсов, но может хватить на, допустим, на бассейн. Вот мы видим, что бассейн 9 миллионов требуется для строительства 22-го левла, песка, значит, росы и травы, листьев. Мы 37 миллиона улучшаем. Улучшение пошло. Если при каком-то случае мне не хватит закрыть этот ивент, чтобы собрать девятую ракушку, остается немного. Мы видим, что в районе мы начинаем лидировать. Вот мы видим, что немножко остается. Давайте попробуем ускорить наше здание. Оно просит 4 тысячи бриллиантов. Но я, конечно, отнесу это ускорение на следующий ивент, который произойдет, давайте посмотрим в календаре, в следующем чаще строительство муравейника, силы здания. Тем самым я заработаю на этом улучшении еще ракушки, сниму с них бриллианты. И уже тогда, если мне не хватит, я, конечно, буду увеличивать вот это здание, которое меня 18 дней занимает, чтобы его ускорить на 36 тысяч бриллиантов. Конечно, кто-то скажет, это дорого, зачем тебе это надо. Но я такой же человек, что все делаю для развития нашего сервера. Мне не так важны VIP уровни, как дополнительные очки и возможность нашего сервера выиграть. Я надеюсь, моему примеру поступит каждый человек, который играет на нашем сервере и будет делать именно так же, как я делаю. Я именно для всех показываю, что важно в этом случае предпринимать и как добывать максимальные очки. Потому что при девятой ракушке в двойных наградах мы видим то, что здесь дается останки животных плюс мутированный спор. Если мы умножим их надо, то мы видим, что останки животных это 3-400, а мутированных спор это 200. Это очень хорошее значение. Если их покупать отдельно, то я уверяю вас, что это будет стоить гораздо дороже, чем 35 тысяч бриллиантов. Поэтому мы пока выжидаем. У нас есть что построить другое. Иногда проще, допустим, сейчас пойти там, нафармить какое-то количество ресурсов и запустить стройку, например, инкубатор диких существ, вместо того, чтобы потратить 35 тысяч бриллиантов. Но, к сожалению, я этого сделать не могу, потому что у меня сейчас все мои отряды находятся на добыче, потому что следующий у нас ивент – это ивент по добыче, сбору ресурсов, который произойдет завтра. И мои отряды уже добывают для ивента завтрашнего, ресурсы. И все это во благо сервера. В принципе, большинство так и поступает. Только кроме тех игроков, которые мало осведомлены, не хотят вникать или играют просто так, что в свое удовольствие. Разные бывают. Но я понимаю, что чем больше человек вникает в игру, тем она интереснее становится. Что я еще хочу заметить. Значит, какие есть спецмуравьи по стройке? Я уже в других видео вам озвучивал это. Значит, спецмуравьи находятся в жилище специальных муравьев. В жилище специальных муравьев оно увеличивается с помощью мерцающего листа и ряда ресурсов. Мерцающий лист можно купить только за бриллианты. Если мы зайдем в размещение, мы увидим различные спецмуравьи, которые отвечают за те или иные вещи. Вот, как я уже неоднократно говорил, в производстве есть муравей, атто-муравей-листорез, который работает вместе со световым контактом. Давайте просмотрим его. Здесь его первое значение, это чем выше его значение, тем больше опыта дается за улучшение того или иного здания. Второе значение, это скорость строительства прибавляется с каждым его левлом на 1%. Третье значение, это расход ресурсов минус 10% каждого вида, кроме медовой росы. А вот четвертый, чтобы его открыть, значит, нужен еще один такой же лист муравей, атто-муравей, когда вы их объединяете, он позволяет открыть четвертый навык развития, который экономит при максимальной прокачке 10% медовой росы. Еще один муравей, который экономит ваши ресурсы, он также работает со световым контактом в паре. У него, это считается оранжевым муравей, у него большие возможности. Первое, это то же самое, это опыт, чем выше его левел, тем быстрее растет опыт. Опыт максимального достижения 50-й уровень. Второе навык, это значит, время строительства сокращается, при резком сокращении цена уменьшается по трате бриллиантов. Дальше, третий, это расход мяса и растений на содержание войск. У меня он максимальный, минус 25%, поэтому мои войска в большом количестве, но кушают мало на диете, одним словом. Скорость строительства зданий здесь у меня на 15% пока прокачана. Дальше есть пятый навык, очень хороший, это защита обороны муравейника. Очень крутой навык, дает плюс 30% к защите. И, значит, шестой навык, который у меня открыт, это минус 20% также к строительству по ресурсам, кроме медовой росы. Они вместе с муравьем Атта, эти, значит, проценты складываются, и в сумме они образуют минус 30% на строительство любого здания по ресурсам. Здесь есть навык также сокращения медовой росы, но чтобы его открыть, необходимо два таких муравья, гигантских муравей-черепаха, чтобы получить скорлупу их, и открыть этот навык архитектора. Этот навык архитектора позволит экономить росу. И последний навык, но здесь нужно уже три таких муравья, он позволяет увеличить скорость строительства зданий на 70%. Это, конечно, очень круто, конечно, это было бы строительство прям моментальное. С такими навыками можно иметь и несколько муравьев, за счет ускорения просто отстроить свой муравейник в значительно короткие сроки. Но еще раз повторю, что данные два муравья работают только со световым контактом. Но что поделать, разработчики такие условия создали для игры. На что еще хочу обратить внимание. В принципе, большую часть я вам озвучил. По материалу видео уже, так видите, растянулось на почти 30 минут. Мы сейчас будем его сокращать. Так, световой контакт рассказал. Про спец муравьев по стройке рассказал. Количество ресурсов для девятой ракушки с учетом эволюции, в принципе, трудно сказать, потому что чем выше эволюция развития, тем выше порог до достижения девятой ракушки. Конечно, сложно. Вы видите, что стройку лучше запускать. Конечно, понимаете, когда у вас стройка идет 18 дней, то лучше ее запустить там раньше, чтобы либо ее оставить в следующем ивенту такую стройку, либо другие стройки, чтобы подошли именно, допустим, к понедельнику. И вы здесь легко их закрыли, открыли новые, если у вас есть ресурсы, чтобы добить эти параметры. Еще в эволюции альянса, я сейчас вам постараюсь рассказать, есть бонусы определенные, значит, есть помощь альянса. Вот первое значение – это архитектора, который открывается в развитии. Здесь мы видим то, что скорость строительства увеличивается на 5% при достижении максимального уровня, когда этот навык открыт. Также мы видим, что здесь есть помощь альянса, которая позволяет сократить времени на 20 секунд от каждого человека при достижении максимального уровня. Этот максимальный уровень всего первого левела. Так, значит, что эффективная эволюция, мы видим, дает возможность эволюционировать быстрее в битве. В битве, но здесь в большей степени идут другие навыки. Так что первый навык архитектора, он позволит на 5% увеличить скорость строительства во всем вашем альянсе, в ваших зданиях. Так, в принципе, я надеюсь, вам все понятно. В следующем ивенте я постараюсь забрать девятую ракушку. Вы понимаете, что это очень сложно. Для меня стройка всегда давалась сложно. То есть, чтобы взять девятую ракушку на высоких левелах, когда тем более нечего строить. Когда уже все практически 25 уровня. Я бы, конечно, запустил вот это здание, но для него надо 30 миллионов грунта и 138 еды. Еды есть, а вот грунта нет. Но это на следующий ивент мы его отложим. И постараемся накопить эти ресурсы уже к следующему ивенту. Ребят, я надеюсь, что я более так осведомил вас по СВС, значит, стройке, дня стройки. Я надеюсь, что вам стало немножечко понятней. Может, для кого-то что-то новое для себя открыли. Спишите в комментариях пожелания, рекомендации. Ну, а с вами был Ким. Всем пока, до встречи, удачи, ребята, в развитии. Субтитры сделал DimaTorzok